Ветеринары сегодня стали с первыми петухами, чтобы успеть обойти как можно больше хозяйств. При виде айболита даже самые невозмутимые животные заметно терялись, но страх длился недолго. А вот в соседнем овечьем стоили. Ветеринарам пытались оказать отчаянное сопротивление. Попытку побега от неминуемой вакцины овцы предпринимали еще не раз. В конце концов ветеринары недосчитались одного сотрудника. Оказалось, что в суете главного айболита заперли в хлеву. Иногда остаемся с утками. Некоторые жители, увидев врачей, сами несли к ним питомцев. Гальчарапа хотела привить своих кошек, но в последний момент обе ее подвели. Кошка, которая убежала у вас, мы сегодня вечером приедем, опять сделаем, ладно? Хорошо? Вот, все, она поняла. Деревня Казанка, как мы видим, со всех сторон окружена лесами. А потому неудивительно, что дикие звери часто наведаются в село, чтобы украсть домашних птиц. Уток, кур, гусей. Поэтому оград здесь, как мы видим, никто не ставит, потому что бесполезно, говорят местные жители. Люди радуются лишь тому факту, что за последние годы здесь не было незамечено ни одной лисы с признаками бешенства. Хозяева, приехали прививку делать. О, давно ждем, где ты ходишь? Через неделю домашний скот выведут на пастбище. Чтобы животные не заразились сами и не покусали других обитателей сарая, вакцину от бешенства сделают всем, включая кошек и собак. На наш район было выделено 14 тысяч доз вакцин Робивак. И вот участковые врачи сегодня проводят бесплатную вакцинацию домашних питомцев. Завтра ветеринары продолжат работу. До конца недели им предстоит обойти всех, кто держит домашнюю скотину. Поздравляем вас с праздником Великой Победы!